Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Как ты здесь оказался? Мне надо домой. Я тебя отвезу. Я в полном порядке. 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 Субтитры сделал DimaTorzok И все-таки, что ты делал в порту? У меня обострение аллергического ринита, и врач порекомендовал мне дышать речным воздухом. То есть, просто гулял? Ну да. А судороги? Это аллергическая реакция на пыльцу амброзии. Понятно. А с пальцем что, порезался? О, пустяки, ничего серьезного. Будь здоров. Спасибо. Аллергит. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, мне пора. Что, уже уходишь? Дела. Жаль. Выздоравливай. Спасибо. Да не за что. Пока. Счастливо. Не болей! Ага. Правоохранители пока воздерживаются от комментариев, но почерк убийцы до боли знаком. Пять лет назад наш город уже содрогался от леденящих душу ужасных убийств. Похоже, зловещий маньяк по кличке профессор вернулся. Шокированные прохожие не хотят расходиться. Они ждут от правоохранителей объяснений. Ну и как твой ренит? Расследование не помешает? Все в порядке. Ты не против, если я немного поработаю? Конечно. Ну что, жертву убили два дня назад и не здесь. Сначала усыпили хлороформом, потом задушили. Сюда привезли на микроавтобусе. И какая марка? Шучу. Как ты узнал, что это микроавтобус? Кремниевая кислота. Автомобильные шины класса С европейского производства. На легковые автомобили такие не ставятся. Европейского? Как правило, при производстве шин используется технический углерод, получаемый при зажигании природного газа. Но европейские производители в целях экономии технический углерод заменили кремниевой кислотой. Теперь про убийцу. Он был одет в защитный костюм и запахов не оставил. Еще одна деталь. Одежда убитая незадолго до ее смерти, побывала в химчистке. Это все. Как специалист по запахам, что вы можете сказать? Вам удалось разнюхать что-нибудь? Девушки отдыхают. Три года назад было совершено шесть идентичных убийств. В каждом случае жертвой была женщина, задушенная и привязанная к стулу. Стул с трупом убийца подбрасывал в людные места. На лица жертв убийца наносил грим персонажа детской телепередачи «Академия профессора Позитрона», которая выходила в 80-е. Помню. Профессор Позитрон и Призма. Первой жертвой маньяка стала Елена Орловская, актриса, которая играла Призму. Труп Орловской обнаружили рабочие сцены, театр, где она служила. Пресса тут же окрестила убийцу профессором. А что с актером, который играл профессора Позитрона? Он скончался восемь лет назад от инфаркта. Тоже привязана к стулу. По сюжету программы, Призма была непослушной, все время шалила, и поэтому профессор Позитрон часто ее наказывал. Однажды он привязал ее к стулу. Эксперты, которые создавали психологический профиль убийцы, считают, что он воспроизводил именно эту сцену. Скорее всего, на момент выхода передачи ему было лет пять-шесть, и эпизод с наказанием стал для него психотравмирующим фактором с последующей фиксацией. Значит, сейчас убийца где-то около сорока. Примечательно последнее шестое убийство. Некто Михеева Людмила была убита в собственной квартире, но до конца сделать грим убийца так и не успел. Неожиданно вернулась дочь Михеевой, Полина. Она стала кричать, убийца напал на нее, пытался задушить. Полина, спасаясь, выпрыгнула из окна пятого этажа, а убийца скрылся. Погибла. Как ни странно, нет. Была доставлена в реанимационное отделение с переломом позвоночника, а через три дня пропала. Как пропала? Ее кто-то выкрал, а убийства сразу прекратились. Странно, почему профессор перестал убивать тогда и начал убивать сейчас. Нужно узнать, что случилось с этой Полиной Михеевой. КОНЕЦ Этого я не знаю. Вы его нашли в видео. Я должен его убить. Я на счет отпечатка с поверхности стола. Я его оцифровала. Совпадение есть? В нашей базе нет. Сравните его, пожалуйста, с этими отпечатками. Кому они принадлежат? Пока это не важно. КОНЕЦ ТИХИЙ, УЮТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК Никто не мог представить себе, что именно здесь будет совершено очередное леденящую душу убийство. Так, давай еще раз там затыкну. Можем? ТИХИЙ, УЮТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК Никто не мог представить себе. Не прошло и получаса, как на место преступления прибыли наши правоохранители. И сейчас, я надеюсь, мы получим исчерпывающие ответы на все вопросы. Скажите, как долго еще маньяк будет безнаказанно убивать ни в чем не повинных людей? Отойдите, пожалуйста, за ограждением. Ну что же, отгонять журналистов со заграждения, это пока, к сожалению, единственное, на что способны наши правоохранительные органы. Снимай, снимай. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 СИГНАЛИЗАЦИ СИГНАЛИЗАЦИ Ее убили ночью в каком-то помещении с кафельным полом. Сюда привезли на микроавтобусе. Одежда убитой побывала в той же химчистке, что и одежда предыдущей жертвы. То есть нужно искать химчистку. Плюс запах бензилбензоата. Что это? Препарат для уничтожения вшей и чесоточных клещей. Используют при санобработке кожи и волос. Одежда из химчистки, санобработка. Первую жертву так и не опознали. Может быть все жертвы как-то связаны с одним из центров социальной защиты? Есть еще кое-что. Что? Запах убийцы. Слабый, нечеткий, но есть. Мужчина 35-40. Открашивает волосы. У меня все, я поехал. Так вот же он. Убийца. Где вы были с девяти вечера до пяти утра? На работе в монтажной. Монтировал в обстоятельствах криминальной хроники. Кто может это подтвердить? В охранник. Вы контактировали с трупом? Нет. У меня есть немного другая информация. Вы знаете, я... Я профессиональный журналист. Работу уже 15 лет. Вы наверняка видели мои передачи. И впервые за всю мою карьеру со мной произошел нелепый, досадный инцидент. Когда я записывал подводку к репортажу. Еще одно леденящее ходнокровное убийство. Казалось бы, простой утренний парк. Ничто... Кто споткнулся и... Это снимал? И упал на... На труп. Ужасно непрофессионально. Кто может это подтвердить? Телеоператор. Есть видеозапись. Только я вас очень прошу. Пожалуйста, не показывайте ее никому. Если об этом узнают, то моей карьере конец. К сожалению, реабилитация пациентов после тяжелых психологических травм процесс часто непредсказуемый. И понять, что происходит в сознании пациента, очень трудно. Значит, выздоровеет она не скоро? В обозримом будущем вряд ли. Бедняжка. Передайте ей, пожалуйста, эти журналы. Если она, конечно, сможет их прочесть. Вот сюда они и поступают. Здесь дают одежду на дезинфекцию, душевая, санобработка, а на выходе получают уже чистую одежду. А тем, у кого она совсем изношена, мы выдаем новую. А где ночует ваша подопечная? Вообще-то ночевать у нас запрещено. Но есть такие, кому совсем деваться некуда. И мы разрешаем им оставаться здесь. Обе погибшие ночевали у вас? Нет, только Катя. А Вера, она ведь не бездомная, она просто одинокая. Она приходила сюда, помогала нам. Такая добрая, хорошая. Охранники ночью дежурят? А что им тут охранять? Нужно, чтобы дежурили. Хорошо. Подождите минутку. Вы ведь подруга Татьяна Воскресенская, верно? Да, в чем собственно дело? Давайте отойдем в сторону. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. А я вас очень прошу. Бред какой-то. Ваша подруга принимала таблетки, ей было плохо. Когда она перестала их пить, стало лучше. Но главврач обо всем доказался. Теперь ей насильно что-то курят. Она в тяжелом состоянии, ее нужно отсюда забирать. Вот эти таблетки. Спасите вашу подругу. Ей угрожает опасность. Бред. Товарищ следователь! Товарищ следователь! Вы же по поводу убийства Кати и Веры приходили? Ну? Не знаю, может я что и выдумываю, но в тот день, когда Катя пропала, тут один микроавтобус крутился. Что за микроавтобус? Марку и цвет не разглядел. Темно было. Я хотел подойти поближе, а он рванул с места и уехал. Номера запомнили? Нет. А вот шины у него С-класса были. Значит, ни номера, ни марку машины не запомнили, а шины разглядели. Не разглядел. Зрение у меня слабое. Зато слух очень хороший. Я когда автомехаником работал, любую поломку по звуку определял. Вот у вас, к примеру, гидрокомпенсаторы стучат. Ну так, может, почините? Нет. Вот. Паралич боктевого нерва. Профтравма. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Продолжение следует... Да, я эту девушку прекрасно помню. Тяжелейшая травма позвоночника, повреждение спинного мозга. Если бы крыша автомобиля не самортизировала, то... Расскажите о ее похищении. Да, такого раньше у нас не бывало. Представляете, вырубилась вся дежурная смена. Явно их чем-то усыпили. Но когда через несколько часов пришли в себя, двери палаты нараспашку, Михеевой нет. Кровати нет. Украли аппарат ИВЛ. Исчезли снимки, история болезни. Как будто бы и не было такое больное в нашем отделении. Ну, это я читал в отчете. А вы расскажите мне то, чего я не знаю. Мы когда делали рентген позвоночника Михеевой, вдруг обнаружили у нее в желудке какое-то инородное тело. Сделали гастроскопию, извлекли его. Оказалось, это палец. Палец? Безымянный палец правой руки мужчины. Ну, очевидно, она откусила его, когда боролась с нападавшим. А почему не сообщили об этом в полицию? Михеевой резко отказали почки. Мы всю ночь бороли за ее жизнь. Еле откачали. Про палец просто все забыли. Но когда девочку выкрали, палец тоже исчез. Но уже поздно было сообщать. Вроде как халатно с нашей стороны получилось. Час пятнадцать. КОНЕЦ Михееву похитили вместе с аппаратом искусственного дыхания. Значит, убивать ее не собирались. Она нуждалась в повторной операции, поэтому, скорее всего, ее перевезли в другое травматологическое отделение. Но, возможно, по чужой фамилии. Похищение Михеевой было организовано на очень высоком уровне. Она что-то знает. И поэтому представляет большую ценность, как свидетель. Ее надо найти. Понял. А что с Оливи журналиста? В те ночи, когда были совершены убийства, он находился в монтажной телецентре. Это подтверждают охранники на проходной. И пальцы у него все на месте. Журналиста надо отпускать. Я понял. Слушаю. Отпечатки совпали. Вы уверены? Совпадение сто процентов. Продолжение следует... Она вернулась в свой кабинет, а там что-то непонятное. Одни пробирки перепутаны, а другие вовсе пропали. И что? Видимо, кто-то проник в ее кабинет. С чего ты это взял? Она могла сама все напутать. Но самое подозрительное то, что пропал образец крови застрелившегося охранника Баркова. А я-то тут при чем? Или ты полагаешь, что это сделал я? Ну, как ты обо мне мог такое подумать? Мы ведь с тобой знакомы столько лет. Тогда зачем ты пришел? Ирина говорит, что ты изучал этот пропавший образец крови Баркова. Там точно не было ничего необычного. Там был только гипокламин. Препарат от повышенного давления. И больше ничего. Понятно. У тебя все? Тогда, с твоего разрешения, я пойду спать. Субтитры создавал DimaTorzok Пойду сделаю обход. Сидишь? Спокойной ночи. Спокойной ночи, Елена. Лена! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Новый день приносит новые убийства. Теперь никто не может чувствовать себя в безопасности. Может быть, в этот самый момент профессор ищет себе новую жертву. Кто станет ею? Вы. Вы. Может быть, я. Выпустили на свою голову. Было. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что? Про убийцу ничего сказать не могу, но я знаю, где произошло убийство. В помещении с кафельным полом? Да. Котельная, работающая на торфе. С чему котельная? Есть запах торфа и поливидного сланца, который добавляют в торфяны топливные брикеты. Котельная. Да, но ведь раньше этого запаха не было. Не было. А теперь похолодало и начался отопительный сезон. Ищите котельную, работающую на торфе. И не забудьте установить за ней наблюдение. Максим. Да. Организуй круглосуточное наблюдение за центром социальной защиты и начни проверку котельных. Нас интересуют те, которые работают на торфе. Понял. Раньше он убивал только женщин. Женская виагра? Не твое дело, милый. Сделай кофе. Да, это она. Ее перевезли к нам из какой-то районной больницы. Вот ее история болезни. Иванова Полина Ивановна. Иванова? Не Михеева? Иванова. Очень тяжелый случай. Дважды ее оперировал, но все безуспешно. Она так и осталась парализованной ниже шеи. Глотать, жевать могла, а все остальное, если бы не ее отец. Отец? Да, он практически не отходил от нее. Сам ее перевязывал, кормил, выходил девочку. Если можно так сказать. Опишите его, пожалуйста. Ну, такой, среднего роста. Обыкновенный. Да и давно это было. Ну, может быть, какая-то особенность речи или походка. Обычный мужчина. До свидания. До свидания. А вы видели Иванову после выписки? Нет. Отец ее забрал и все. Историю болезни я возьму с собой, если вы не возражаете. Да, конечно. И если вдруг вспомните, какие детали, подробности или вообще что-то необычное, свяжитесь со мной. Хорошо. Я вас проведу. Погодите. Погодите, я вспомнил. Вспомнил. Как раз, когда Иванова лежала в отделении, мы отмечали юбилей. Пятидесятилетия нашей больницы. И я занимался подготовкой фотоальбома. Ну, снимал палаты больных с их родителями. Ну, и все такое. Так вот, однажды я фотографировал коридор и в кадр попал отец Ивановой. Он молча подошел ко мне, выхватил фотоаппарат, достал пленку и засветил ее. Я был шокирован. Даже не успел ничего сказать. Все произошло буквально за секунду. А этот альбом у вас остался? К сожалению, мы его так и не сделали. Пленки проявили, а вот напечатать денег не хватило. А пленки сохранились? Да. Где-то дома валяются. Они мне понадобятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты? Что случилось? То есть, если я прихожу, значит, сразу что-то случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Режим очистки включен. М-м-м! Вкусно? Этот сорт называется Дахун Пао. В мире существует всего шесть кустов этого чая. И все они растут возле монастыря Чаньшинь в Китае. Надо же. А когда мы с тобой познакомились, ты пил самый обычный чай. Помнишь? Как летит время. Иногда я даже жалею, что мы расстались. Ну, зачем же уж так уж переживать? Прости, я… Ты же не думаешь, что мы всерьез могли бы… Нет, это была просто шутка. Не-не, я не… Вообще-то я пришла по делу. Мне нужна твоя консультация. Моя подруга имеет некоторые проблемы с психикой. И она покупает препарат у врача. Ну, без рецепта, за наличные. И последнее время ей стало хуже. Поэтому она хочет знать, что это за препарат. Вот, а у врача спросить стесняется. А ты у нас… Гений. Во всем разбираешься. Все знаешь. Так вот, может быть, ты сможешь сказать и это что такое? Какой-то знакомый запах. Откуда у тебя этот пакет? Я не понимаю, о чем ты. Ничего себе. Ничего себе. А пока я не знаю… Ну… Ага! Ух! 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 Фенилэтиламин. Психоактивные вещества, вызывающие измененное состояние сознания. Провоцирует нервозность и галлюцинацию. Врач, который дал твоей подруге этот препарат, преступник. Ей нужно срочно обратиться в полицию. Да. Нашли? Я скоро буду. Проверяли очередную котельную. Сторож заметил, что на одной из дверей висит новый замок. Чужой. В общем, замок мы сорвали, а там... В общем, сейчас сами все увидите. Сюда. Он убивал своих жертв здесь. Усыплял их хлороформом, а потом душил. Защитный костюм. Так вот, почему убийца не оставлял свой запах на жертвах. Узнал обо мне. Но теперь... И я знаю, кто он. Вот здесь он монтирует. Ну что же. Не прошло и получаса, как на место преступления прибыли наши правоохранители. Как на место преступления прибыли наши правоохранители. Запись. Он вылез через окно. Именно так он и создавал алиби. Вылезал из монтажки через окно, убивал жертву, а потом возвращался. Таким нехитрым способом он провел следствие. Вернее, одного нашего сотрудника, который ждет повышения по службе. В чем лично я уже сомневаюсь. Зачем он убивает людей? Ведь он же не маньяк. Лучший журналист года. На профессоре он сделал имя, как криминальный журналист. Стал звездой. А потом, как оборвалось, всего две жалкие статейки. О нем забыли, и он решил напомнить о себе таким жестоким способом. Никогда не любил этих лживых журналюк. На все готовы, лишь бы в кадр попасть. Но зачем он прикасался к трупу во время репортажа? Видимо, его запах просочился через порванный комбинезон. И чтобы скрыть это, он инсценировал случайное падение на жертву во время съемки. И где его теперь искать? Я признаю, что я совершил три убийства. Две женщины и один мужчина. Я хотел бросаться за счет профессора, но я не профессор. Я его жалкий подражатель. Но это были бомжи, это же были вонючие. Ну никому не нужны бомжи! Все, все. Я... Я... Я веду себя плохо. Я веду себя плохо. Меня... Меня надо наказать. Профессия криминального журналиста трудна и опасна. Мы всегда на остре борьбы с преступностью. И, к сожалению, в этой борьбе невозможно обойтись без жертв. Одной из таких жертв стал наш коллега, талантливый, перспективный журналист, пал от рук безумного маньяка. Еще одна звезда журналистики. Была. Похоже, настоящий профессор вернулся. Я ничего не могу сказать. Там все провоняло котом. Приступайте. Приступайте. При повторном исследовании крови Баркова я использовала метод моспектрального анализа. Мне удалось обнаружить незнакомое вещество. Его химический состав близок к фенциклидину. Что это? Препарат для внутривенного наркоза. Был синтезирован в пятидесятых годах в США. Однако, вскоре его изяли запрещение и запретили для использования. Почему? Даже при небольшой передозировке препарат вызывал судороги, психомоторные возбуждения и мышечные конвульсии. Сейчас он синтезируется только в подпольных лабораториях. Среди наркоманов известен как ангельская пыль. Ангельская пыль? Почему все кодриане дают такие поэтические названия? Ангельская пыль? Ангельская пыль? Ангельская пыль? Фенциклидин блокирует D4 рецепторы префронтальной коры головного мозга. Вызывает чувство эйфории, галлюцинации, спутанность мыслей, отчужденность и негативизм. Человека можно кодировать, передавать любую информацию и приказы. Считается, что именно фенциклидин был причиной серии странных самоубийств партийных чиновников после распада Советского Союза. Предполагается, что они были закодированы на сохранение информации. Наверное, что-то знали? Да. Что-то знали. Я предположила, что вещество, обнаруженное в крови Баркова, по своему действию схожи с фенциклидином, и проверила образец крови Степанова конвоира психлечебницы. В ней тоже присутствуют следы этого вещества. Я так понимаю, им вводили данное вещество и программировали на убийство? Вероятно. А что являлось пусковым сигналом? Толчком к действию? Каждому из них непосредственно перед совершением убийства звонили с неизвестного номера. Возможно, звонивший произносил какое-то кодовое слово, которое запускало программу действий. А звонившего мы так и не нашли. Он приехал. Это отец Полины Михеевой, последнее жертва профессора. Он выкрал дочь из реанимации, под чужой фамилией долечивал ее в другой больнице, а после лечения увез в неизвестном направлении. А это Соломатин. Командир отряда 1354. Один и тот же человек. Очень интересно. Официально Михеева, мать Полины, замужем не была, поэтому новых данных о Соломатине у нас нет. Одни загадки. И еще. Из нашей лаборатории был украден образец крови охранника Баркова. Известно, кто это сделал? Соломатин. Так это вы. Я ждал, когда ты обо всем догадаешься. Нам нужно поговорить. Мне не о чем с вами говорить. Вам лучше поехать со мной. Черт! Он вырубился! Скорей! Скорей! КапинОтин. ГРАХА! КапинОтин. ГРАХА! БРАХА! Каппаниио! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok